всем привет с вами виктофон и сегодня мы посмотрим запись моего точнее моей битвы против элитного босса лича могилорда в этот раз я попробовал пройти его как можно быстрее ну точнее как оперативнее для вас чтобы видео вышло в этот же день когда и вышел сам босс для этого мне пришлось использовать но пробовать несколько тактик что-нибудь придумывать на самом деле было очень обидно и непривычно из-за того что в этой битве у нас запрещен бенджамин мы действительно мы же привыкли что мы всегда его можем использовать для нас это как подушка безопасности что мы вот сейчас вот зарабатываем и потом все идет хорошо сразу же идет а тут уже нету этого типа и и что дальше делать как жить но при этом я постарался я начал пробовать других героев смотреть что вообще происходит тут то есть надо вот увидеть проверять всяких героев поэтому будем смотреть и как раз таки я взял обе на зеленой нога для проверки поначалу я вообще его знаете поставил чтобы он у нас усилил друидов довольно таки полезный скилл несмотря на то что я друидов то не собирался использовать долгое количество времени просто вообще посмотреть но потом кстати я узнал чем как я наверное знал просто уже забыл о том что у него обычные атаки могут пробивать свинец на самом деле это очень классно и очень полезно как по мне а также вот этот вот первый скилл колючки они могут пробивать камуфляж и как по мне так это вообще здорово на самом деле что он может на начале уже справляться со многими типов шаров как бы очень полезно с учетом того что он недорогой у меня он вроде всего стоил пятьсот восемьдесят пять долларов и после этого я лучше я перед тем как поставить обе на зеленой нога я конечно поставил банановую ферму чтобы она сразу же начала приносить деньги как бы для нас сейчас это очень важно на самом деле я думаю что не сильно бы поменялась поменялся бы ход событий если я сначала поставил обе на а потом банановую ферму мне все-таки решил сделать наоборот мне кажется так действительно лучше все-таки копейки ну на копейки больше и заработали то это я горжусь собой в этом плане все так нормально оперативненько сработано но на данный момент у нас конечно же главная задача это просто зарабатывать деньги копить деньги на ферму ставить фермы использовать скиллы у обина потому что он хоть и силен но на самом деле его авто атаки не могут справиться прям совсем но это нормально на самом деле потому что мало какие герои смогли бы всех уничтожить но может быть сауда которая тоже запрещена вот как назло вы знаете нормальных героев всех запретили прикольно но я не жалею что я поставил обина все вышло нормально также очень жаль что в этой битве запрещен у нас обезьяна ниндзя следовательно мы не только ее не можем поставить но мы и парагона из обезьяны ниндзя не сможем сделать эту вознесенную тень которая как раз таки в битве будет очень полезна для нас но нет все ее не будет и ты думаешь а в чем прикол как бы но это здорово вы создали этих вот прогонов сильных ну и очень дорогих но при этом во время битвы с боссами вы запрещаете их использовать это конечно дополнительное усложнение но да ладно то есть постараемся и так справиться на самом деле и мне сейчас вот интересно когда было всего два парагона наверно тогда же было еще сложнее справляться с боссами я просто в тот период еще активно с ними не сражался как-то не было у меня интереса к ним никакого и я даже не смотрел я вообще я это даже обычного босса не мог пройти не то что элитного и как то не пользовался банановыми фермами на тот период особенно вот как сейчас сейчас я уже все я такой прошаренный немного в этом плане а тогда ничего попросту не понимал а тогда же еще кстати баг был что ты мог перезайти а потом опять заходишь в игру и как бы босс идет а раунды не движутся и это как бы помогало обезьянам сосредоточиться только на одном боссе и вроде бы с личом это очень сильно помогало так как они вылетали дирижабли по моему то есть ты как можно быстрее мог уничтожить его и это прям было для тебя полезно на самом деле но это убрали на самом деле я даже не знаю плохо ли это или нет с одной стороны читерить уже не так получается ну ну да ладно зато знаете кстати когда ты играешь на сложных уровнях против каких-то сильных игроков где-то либо ты быстрее учишься тучься быстрее в той среде которая для тебя сложна и непривычно на самом деле на самом деле так много повторяюсь я не знаю просто хочу вам сказать что люди в основном больше получают навыков учатся чему-то когда выходят из зоны комфорта конечно знаете вот не хочется зачастую выходить из нее когда тебя окружают но все все что для тебя удобно комфортно а тут вот бац и выход ну и выйти просто из этого конечно будет непривычно но зато и результат будет очень хороший так сейчас у нас тут уже очень много банановых ферм накопилось я уже начинаю копить на первый рынок потому что 30 раунд как никогда босса всего остается ну уже 9 раундов а как бы деньги нам нужны деньги нам тут очень нужны и тут очень страшно справляться потому что не вот действительно интересно вот эти вот дирижабли которые вылетают из леча маги лорода которые обмотанными лианами у них ведь сто процентов больше хп то есть у них еще должно быть больше хп чем обычного моба я не думаю что их бы просто так обмотали вот лианами сделали и не действительно очень долго пробиваются поэтому скорее всего них правда намного больше всего этого а мало того что у них и так и за лиан хп увеличивается а есть еще и укрепленные вот укрепленные это вообще это очень сложно на первом классе особенно потому что там даже бомбометатель прокачанный на убийцу моап один не справляется я бы ему конечно там в поддержку поставил но попробовал поставить обезьяну ниндзя прокачанную до липких бомб потому что то было бы очень полезно я так думаю что вдвоем бы они точно справились но из-за того что обезьяны нельзя это и классные обезьяны у нас нету в этой битве к сожалению на самом деле могли бы у нас забрать кого-нибудь другого ну вот пожалуйста то же самое кого там обезьяну асса отдаю хоть очень люблю эту обезьяну но здесь я и без нее справлюсь я верю в себя поэтому забирайте но верните мне обезьяну ниндзя прошу вас пожалуйста так и поэтому мне пришлось использовать сразу несколько бомбометателей тут уже у нас 39 раунд я уже поставил 4 рынка постепенно начинает все прокачиваться как что не продаю до последнего рынке я конечно понимаю что при продаже у него хп восстанавливается но пока что как бы у него хп то и не затрачено вот 10 хп моему снесли человек а это не страшно на самом деле вот здесь я прокачал до убийцы мап и уже здесь можно в принципе начинать вот продавать все вот у него тут восстановилась я начал ставить еще одного бомбометателя а потом понял что а я шпилькомет это как бы не поставил и вот здесь вы можете увидеть что действительно обычный муап с лианами я его очень долго пробивал что мне даже пришлось использовать скилл и как бы это уже совсем как по мне тяжело так у нас тут даже две уже убийцы мап есть и мне пришлось опять два этих скилла использовать и я сразу же уже куплю на третьего убийцу потому что понимаю что как бы этого недостаточно их надо больше тут вот опасный раунд был я думал что проиграю вот я и начал выходить в эти меню потому что правда страшно сразу же опять же таки два раза использовал этот скилл на как это укрепленного моба и тут я уже все вся поверил все должно быть хорошо просто начал прокачивать банановые фермы просто чтобы вот уже начать идти дальше развивать свою экономику первый класс преодолен ну вот наконец-то теперь будем ждать следующего раунда правда тут что-то очень опасно тут лучше даю перезайти потому что я отдал все деньги в банановую ферму а надо было прокачать дротиками лучше действительно все обезьяну с дротиками прокачать так тут вот сразу же прокачиваем продаю вот это все потому что как бы чё нам не так страшно тут я долго думал на самом деле насчет прокачки надо ли это или нет и вот отдаю все деньги в эти фермы три этих бомбометателя невероятных один шар пролетел но не так страшно и все 12 хп у нас блин на самом деле очень опасно я тогда как-то не обратил на это внимание на самом деле я реально тогда мог проиграть как-то подумал ну всего один шар чего такого то действительно зато я следил за деньгами вот тогда я прям вообще ними усердно следил так но в раунд наступил теперь мы перезаходим для того чтобы сделать перестановку что-нибудь продать лишнее чтобы новое что-нибудь прокачать тут я как странно сделал я перезашел и сразу же начал раунд этот прикола не понял а смысл я перезаходил что-то странные поступки сделал я даже вот сейчас вот смотрю хотя знаете я как бы прошел этого босса эту запись где-то минут 20 назад а вот этот момент у меня был наверное час назад и я уже не понимаю как как я так поступил может я просто сам не заметил ну да ладно я все равно так довольно таки быстро начал ставить эти рынки как можно больше сейчас надо делать во первых это и деньги которые нам сейчас так нужны во вторых это хп которых у нас так мало на данный момент у нас действительно всего 17 хп и 10 защищающих этих так что нам прям надо восстанавливаться в этом плане потому что страшно и я кстати на первом классе несколько раз проигрывал потому что у меня там этот шар который вылетает из маги лорода которую надо уничтожить он у меня отнимал все хп как бы он там по 27 не минусовал и все я умирал от этого было видно конечно же и так же я еще однажды проходил первый класс до этого и такой подумал что надо оставить как бы одного бомбометателя от того бомбометателя хватит ну как как казалось не хватит вообще я просто проиграл такой ё-моё а потом подумал типа вот ладно сделаю еще одну попытку и отойду покушаю типа отдохну и может быть если что сделаю следующую запись уже завтра утром постараюсь проходить и сделать все для вас ну как-то и не поверите и действительно вот моя последняя запись она была вот это как бы я уж думаю блин а я кушать хочу а чё это такое а все еще живой и и как-то исправляюсь а почему это так как вот на этой записи я проходил только первый класс я даже второй класс еще не мог дойти до него поэтому я не знал как мне действовать как мне лучше реагировать и до самого босса уже остается два раунда всего лишь я доставляю тут еще один рынок также банную ферму которая поставил сверху мне придется за ней следить самому потому что фермер немного недостает так что я поставил как раз таки курсор на нее и так вот будет поудобней и теперь мы будем копить на нашего друида воплощение ярости как раз таки которого я поставлю рядом с обе нам зеленоногом это же дополнительная дополнительный урон который нам сейчас так нужен на самом деле он очень важен для нас мы накопили на данный момент всего 25 тысяч и на самом деле это вообще мало пока что страшно и я наверное еще как наверное так скажу буду продавать пару рынков ну где-то в четыре как раз таки да вот четыре рынка продал и все эти про ног хватает на воплощение ярости ты его поставил и я сначала такой подумал а вдруг одного воплощение ярости нам хватит для уничтожения ну потом такой нет надо все таки его забавить буду ставить дальше друидов так как на самом деле надо на всякий случай не идти прям попробовать просто как-нибудь победить на минималках а взять и уверенно сделать чтобы меньше волноваться в этом плане так и тут на самом деле пока что тяжело я думал что как-то друид прям начнет наносить невероятный урон хоть и наносил действительно большой урон но я действительно думал что он как-то так возьмёт возьмёт за пару секунд уничтожит потому что он стоит таких денег бешеных а чуть не вышло такой ну и ладно очень уж и надо так кажется справляемся ничего страшного не происходит вроде бы но немного страха все равно было потому что знаете он уж тут совсем далеко проехал пролетел точнее но в этот момент я такой все нам нужны деньги буду сейчас просто дальше восстанавливать свои рынки так как без них нам никуда до следующего ночи как мы победим этого босса до следующего остается всего 15 раундов это очень мало так и вот все второй класс побежден да вот вы видите я его до этого еще ни разу не побеждал я как раз таки сам удивился что вау получилось все нормально но вот до следующего как я вам повторяю всего 15 раундов это очень мало а до него надо сделать очень много всего я тут продал фермерам чтобы расставить две деревни поудобней потому что не знал как правильно точнее влезут ли они или нет и потом наверное точнее как наверно потом уже доставлю этого фермера нормально чтобы его видно было так тут вот раунд закончился мы вот перезаходим как раз таки доставляем фермера не чтобы его видно было а чтобы он видел а все эти банановые фермы мог их собирать вот тут как раз таки нормально сейчас 66 раунд до следующего босса 14 и от этого немного стрёмно на самом деле так как я полгода его ставил надо же так быть друидов надо теперь тоже вот продавать на самом деле хотел поначалу их оставить на всякий случай потому что было страшно напомним что надо перестраховываться поэтому я буду ставить двух абзен с бумерангами и буду прокачивать их до примаглефов так как примаглефы это действительно тема я осознал что они очень сильны и очень хорошо помогают сразу же сделал чтобы они видели камуфляж потому что мне сейчас проигрывать вообще не хочется и поставил ледяную обезьяну которая будет замораживать и причем она будет видеть камуфляж так что это здорово сразу же доставляю еще одну ферму которая тут вот помещается и в деревню и в фермера он может ее собрать поэтому все тут идет пока что хорошо прям мне нравится прокачиваю уже первую исследовательскую лабораторию которая нам так нужна тут действительно в этой битве нам их очень надо много и я понимаю что как бы для следующего босса для победы над ним нам нужен парагон вот вообще просто невероятно нужен и единственное чем я тут рад это тем что тут доступен обязательно с дротиками то есть она вот у нас доступна и владыка плазмы вроде да вроде реально владыка плазмы парагон называется на этой карте невероятно крутой мне кажется это прям карта его так как тут очень много ну мест на дороге которые часто соприкасаются с краями карты и следовательно его снаряды будут рикошетить от вот этой вот стенки и разворачиваться и бить опять же таки нанося прям двойной урон по одной цели что очень полезно и очень классно выходит тут у него поэтому тут просто идем уже есть четыре исследовательских лаборатории до босса 11 раундов ну уже 10 на самом деле маловато довольно таки реально с учетом того что нам во первых надо фермы прокачать потом нам надо сделать супер эту деревню потом нам надо будет опять фермы прокачать а еще при этом нам надо будет поставить обезьян с дротиками и копить 350 тысяч чтобы сделать парагона потому что только так мы сможем справиться как бы на самом деле много всего нам предстоит сделать а всего 8 раундов до начала битвы следующей битвы поэтому как-то у меня в голове от этого уже было не по себе ну действительно довольно таки тяжело это все происходит как вообще это жить что творить так пока что пролетает ну нормально у нас все идет вот хотя бы с обычными мы можем прям нормально драться а вот босс это уже другое и я рад что действительно вот поставил так вот прямо глефов плюс ледяную обезьяну они действительно помогают здесь так как я помню предыдущие карты где я несколько раз проигрывал потому что я реально промежуточных этапах плохо ставил обезьян и по итогу то они не справлялись но здесь у меня все хорошо вышло и как вы видите они без особого труда пока что пробиваются сражаются и вот все у нас банановые исследовательские лаборатории есть теперь пора нам прокачивать деревню я просто тут проверил видят ли они эту нашу деревню и да видят все хорошо так примаглефы прям вообще классные я так рад что они у меня есть во снова проверяю и теперь надо копить уже 40 тысяч на прокачку я решил еще проверить может быть какую не доставим чтобы тоже она попалась в нашу супер деревню ну как вы видите все все больше ничего нету но при этом нам надо еще копить целых десять тысяч а я прям ну уже не хотел ждать поэтому я прокачивал рынок теперь все докапливаем и обезьянополис ставим а меня удивило в том что как бы одна лаборатория даже не поместилась в радиус и оказывается даже не была поглощена я такой ё-моё быстренько выбираю скорость и просто ставлю как можно быстрее все вот эти фермы чтобы их дальше успевать прокачивать потому что они нам сейчас нужны как никогда денег надо много денег вообще надо это нереально много ну вот сейчас у нас такой неплохой обезьянополис он стоит двести тысяч по моим подсчетам ну как почти там сто девяносто девять поэтому нормально пока идем прокачиваем все дальше ставим побольше ферм пока что так вот их и делаем конечно до лаборатории нам не хватает ну и так неплохо две таких лаборатории есть и просто другие не прокаченные все равно раз некоторое время будут у нас окупаться ну допустим уже три раунда вы понимаете а нам как бы еще столько всего надо очень много денег я как бы уже не знаю на этом моменте стоит ли нам прокачивать дальше фермы или же идти на обезьян то есть просто идти прокачивать обезьян потом просто немного жду деньги немного копится 30 тысяч неплохо жесть там так то с бананов нормально пришло почти тысяча наверное в этом плане обин зеленого полезен довольно таки и вот тут я действительно подумал лучше прокачаю эти исследовательские лаборатории так как они наверное у нас довольно таки быстро должны окупиться но правда пока я ждал я бы мог уже давно одну вот так вот прокачать и вот может быть мы еще раньше смогли бы накопить тут очень много камуфляжа на самом деле было довольно таки опасно ну прямо глефы нас тут спасли они действительно очень сильны и вот все у них хорошо тут было дальше я уже исследовательские лаборатории не начал ставить просто уже начал ставить других обезьян точнее обезьян с дротиками так вот прокачанных для того чтобы они начали набирать урон для того чтобы мы потом поставили парагон и он был как бы не нулевой степени хотя бы так тут конечно фан клуб плазма обезьяны она невероятно дорогая прям вот вообще ужас поэтому даже вот интересно на самом деле то есть вот это вот прокачка это фан клуб супер обезьяны а тут теперь фан клуб плазма обезьяны может быть это была такая давняя пасхалка не сказала подсказка пасхалка на то что нам добавят парагона потому что тут как бы у нас же владыка плазма или же они как-то наоборот хотя а вдруг они действительно уже несколько лет назад закладывали в себе вот такое вот направление что они хотят создать парагонов это прикольно если они так все идут наперед прям очень похвально как по мне так копим деньги пока что у нас всего пятьдесят тысяч это очень мало нам надо как минимум триста пятьдесят тысяч поэтому вообще на самом деле немного страшно от всего этого с учетом того что лич уже далеко пролетел ну реально он очень много уже куда улетел как минимум почти половину пси карты он уже преодолел и из-за этого как бы немного на нервы все это давит но мы уже кстати преодолели за сто тысяч порог к счастью я даже продал деревню и две исследовательские лаборатории на всякий случай все мы накопили на владыку плазмы наконец-то да сразу же создаю и к счастью вы посмотрите у нас степень тридцать вторая это как бы вообще здорово на самом деле сразу же ставлю нам дальше то есть опять надо восстанавливать наши банановые фермы но я только одну поставил потому что другую уже не видит эта деревня смысл нам это сделать ну вы посмотрите как владыка плазму пробивает он такой урон наносит и тут я кстати даже так спокойно продал ферму да хотя она же регенит лича а еще даже не задумался об этом но несмотря на это вы посмотрите после того как мы поставили его как он тут быстро уничтожил просто моментально и все теперь у нас до следующего на следующей стадии всего 14 раундов остается а к ней бы нам желательно еще одного прогона и вот я даже не знаю сможем ли мы или нет так как нам надо сначала восстановить опять нашу супер деревню потом опять же таки снова ставить всех ну снова исследовательские лаборатории прокачивать а до этого у нас всего 12 раундов остается конечно это нервно вот реально не по себе с учетом того что ну я реально пока проходил я ведь даже не надеялся на то что я куда-то далеко пройду я такой подумал ну ладно опять до второго класса не дойду не так страшно я пытался вот тут я первый класс прошел второй класс прошел и третий класс прошел и не понял я вообще тут уже немного в шоке стоял думал а вдруг и дальше смогу и вот сейчас будем смотреть что да как DDT настолько что пролетели я решил продать лишних обезьян потом я понял что я даже продал как бы этого сейчас скажу примоглефы а это как бы немного обидно на самом деле в том что они же много уже урон нанесли и это бы нам для парагона потом как-нибудь допригодилось все равно и тут я уже начинаю просто обставлять фермами все по округу чтобы они нам приносили как можно больше денег так как у нас всего 8 раундов всего 8 раундов до сотого и это страшно и это опасно так ну я не унываю на самом деле прям вот все нормально идет у нас деньги сейчас очень хорошо стали у нас идти прокачка у нас неплохая сейчас быстренько вот прокачаем все интересно а почему как это закадровая озвучка каждый раз озвучивает когда идет ну идут дирижабли класса DDT потому что других они толком как-то кого-то и не озвучивали а тут с ними прямо так вот говорят ну я соглашусь в том что они очень опасные особенно в самом начале когда я еще не понимал как играть для меня все вот этот вот 90 раунд был роковым дальше ну вообще ничего не мог сделать я просто и не представлял а что надо и как а зачем так и как у нас вот тут 95 раунд все исследовательские лаборатории к счастью уже и есть теперь мы просто будем копить и выставлять точнее как здесь мы будем обязательно флибусеров ставить представляете тут всего в маленьком пруду ну вот я конечно не так пытался ну я разместил все три хотя бы обезьяны флибустера ну как бы вот вообще просто чтоб дополнительный урон он наносил мне кажется он все равно неплохой урон нанесет несмотря на то что у него будет степень довольно таки маленькая ну как бы это тяжело очень сильно в этом плане так тут вот прокачал уже этих всех флибустеров и остается накопить эти пятьсот тысяч а как бы пятьсот тысяч это вообще не мало но несмотря на это мы уже накопили восемьдесят тысяч это очень радует хотя до самого босса еще аж два раунда может быть за вот эти два раунда мы еще минимум ну до ста пятидесяти точно успеем накопить ну да кстати вот реально сто пятьдесят тысяч накопили босс появился и тут у него четыре миллиона хп и кстати посмотрите как обезьяна ну парагон владыка плазма наносит невероятный урон несмотря на то что она тут только одна и меня это на самом деле очень удивило в том что как бы если по логике посмотреть то она наверное в соло тоже должна справиться с этим классом как бы тут не должно возникнуть проблем точнее как проблем могут они возникнуть но просто она пройдет ну скорее всего она должна все уничтожить но уже таком на опасном моменте где будет довольно таки страшно но все равно вот видите она уже одна уничтожила половину уже половину хп я все равно продолжил копить на парагона морского наварха потому что он будет помогать тут же самых дирижаблей забирать к себе так как это опасно там очень много девяти этих вылетают он их очень хорошо с ними справляется и вот уже половина хп мы ему снесли как вы видите прям очень хорошо идет так что знаете вы до восьмидесятого раунда можете просто поставить владыку плазмы попробовать сделать так чтобы у него была нормальная степень и это вам поможет справиться не только с третьим классом но и с четвертым то есть вы четвертый класс тоже должны с одной владыкой плазмы пройти ну спокойно причем то тут я накопил и решил поставить наварха на всякий случай ну я кстати тут толком не следил за его уроном но тут уже 300 тысяч это уже очень здорово то есть как бы он очень полезен в любом случае как бы поставил не поставил он свой вклад внес и тут я понял что четвертый класс преодолен у нас остается 13 раундов до последней битвы а нам надо быть в полной боевой готовности поэтому просто прокачиваю все рынки до центральных чтобы получать побольше хп от них ну и конечно же самое главное это заработок так как у них там он увеличивается где-то втрое в зависимости точнее в отличии от обычного рынка как бы деньги сейчас прям начали приходить очень хорошие я начал вот тут выставлять обзианы с бумерангами для прокачки так чтобы они как раз таки у нас набирали урон и чтобы нормальный был прогон так как вы могли заметить у нас морской наварх вышел с первой степенью то есть самой начальной абсолютно хотя ну вот интересно как это работает потому что та же самая ну то есть он нанес ведь немалый урон все вот обезьяны которые мы прокачивали обезьян флибустеров они наносили урон а вот обезьяна с дротиками ее прогон стал я забыл уже какой степени 32 38 где-то но это прям большая разница на самом деле и я не знаю как это работает ну да ладно как вышло так вышло сейчас мы начинаем копить деньги просто копим их так 6 раундов всего у нас остается и как бы немного опасно здесь я уже просто начинаю копить может быть мне надо было тут купить Обзяни Уолл Стрит или еще какие-нибудь дополнительные рынки я уже просто сидел ну и и был в ожидании просто в ожидании хотя на самом деле я сейчас понимаю что тут довольно таки нормально место и можно было бы доставить доставить их несколько и я думаю что за 5 раундов они бы успели все окупиться и мы бы заработали такие ну еще больше денег и добавили еще несколько обезьян чтобы усилить свою мощь тут я проверил и у нас уже хватает денег на господина Глеба то есть все еще один прогон готов но пока что я его не прокачиваю тут я решил поставить несколько обезьян с бумерангами так же чтобы увеличить степень ну потом я такой ладно нет не буду и так нормально потому что 119 раунд уже опасно уже страшно быстро тут справляемся так и сейчас уже мы ждем нашего ненаглядного босса в пятой степени все идем домой очень страшно ну действительно не по себе от этого так как последняя битва я вообще не готов как по мне морально уж точно не готов сейчас буду продавать все вот вот тут я что-то вот не знаю почему я крутую деревню не продал я еще из-за неначи немного тупить я немного так складываю деньги типа что нам тут делать супер обезьяну чтоб поставить прокачать ее до бога солнца это 600 тысяч а потом типа на парагона нам не хватит я такой думаю да ё-моё что вообще такое но потом продал такое все нормально все хорошо а я понял прикол короче я потом подумал типа куда у меня делся ну моя обезьяна с бумерангами где вот она вообще там после того как я создал супер обезьяну она ведь поглотила ее ё-моё а я действительно думал что такое так создаю господина глефа всего 4 степень такая прям маленькая на самом деле и тут просто прокачиваю чтобы обезьяний бог солнца мог видеть как бы все типы шаров и наносил урон и все битва с последним классом 24 миллиона на самом деле очень опасно и очень страшно так как предыдущий класс это же было всего 4 миллиона урона ну 4800 а тут 24 следовательно у него хп увеличились в 5 раз в 5 раз это прям большая разница с учетом того что ну наша мощь как бы тоже увеличилась но я бы не сказал что она у нас настолько увеличилась невероятно поэтому сражаемся уже 4 с половиной миллиона урона мы ему снесли и как бы вроде бы оптимистично пока что все выглядит но на самом деле все равно покоя мне это не дает так первые два этапа мы ему уже уничтожили тут очень много появляется всяких дирижаблей которых надо уничтожить это тоже очень сильно еще усложняет единственное знаете радует в том что они появляются примерно в начале карты то есть прям не так что они вылетают из него а нам дает время чтобы их уничтожить и вот так вот все идет неплохо так а тем временем он пока что летит дальше ему вообще нормально и мы уже снесли 9 миллионов урона и ну вот на этом моменте мне уже реально становится не по себе так как вот сейчас он можно сказать на половине карты то есть реально он уже преодолел половину а мы ему еще даже половины не снесли урона и вот я уже думаю а точно ли мы справимся или нет и как бы если честно я уже тут немного смирился с тем что мы не пройдем так как тут ну действительно уже очень тяжело со всем этим вот справиться такой подумал ладно следующий день попробую заново попробуй доработать эту тактику и так она как бы уже хорошая она себя показала так и действительно можно ее как-нибудь улучшить добавив еще пару крутых обезьян больше урона и все будет нормально а тут мы уже кстати вот снесли большое количество урона вот здесь я уверен что основной урон наносит владыка плазмы так как тут вот рикошечащие снаряды очень хорошо наносит так и тут уже у босса остается 6 миллионов и вот это его последняя петля очень много ддт вылетает но мы с ними к счастью быстро очень расправляемся начинаем дальше уничтожать но тут уже на самом деле очень страшно так как он тут уже далеко очень сильно залетел и я просто думаю что ну и сейчас он выйдет из зоны действия всех наших обезьян и все и мы проиграем и я вообще не хочу в это верить это очень тяжело очень страшно вы видите тут почти вылетел почти вылетел вот это вот шар фантомный я не знаю как он называется и ну реально мы почти проиграли ну остается полтора миллиона и я понимаю вы посмотрите он так уже близко к выходу это очень страшно ну у него стоит совсем чуть хоть по полмиллиона и и мы побеждаем я вообще то есть он прям на выходе на самом выходе он продул и мы победили это вообще это невероятно лич побежден башня размещена 80 шаров пробита 81 тысяча получено денег 2 с половиной миллиона пробита мап 9 с половиной тысяч и посмотрите обезьяна звезда владыка плазмы 35 миллионов урона это же вообще здорово это очень классно поэтому битва вышла интересная и довольно таки тяжелая на самом деле я вообще не ожидал что так все выйдет ну а на этом я наверное буду заканчивать серию надеюсь что она вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите в комментариях как вам вообще прошли ли вы или нет с вами был диктофон всем удачи и всем пока пока